Аукционный дом Бонамс выставит на торги в Нью-Йорке уникальный лот – скелеты двух динозавров, схватившихся в смертельной битве десятки миллионов лет назад. Доисторических животных обнаружили в 2006 году в штате Монтана. Учёные предполагают, что один из соперников – это травоядный цератопс, второй – хищный нанотиранус. Оба скелета великолепно сохранились. «Воодушевляет то, что у нас оказался, возможно, наиболее полный скелет нанотирануса из когда-либо найденных. А также у нас появился, возможно, новый вид цератопса». Археологический лот планируют продать за 9 миллионов долларов. Кроме того, с молотка уйдёт скелет травоядного трицератопса. Его высота – 3 метра, длина – 8. Этого динозавра также нашли в штате Монтана в 2012 году. Аукционный дом предполагает выручить за него от 700 до 900 тысяч долларов. «Здесь представлено 70% оригинальных костей трицератопса, а также череп размером 6 футов, который является довольно большим». На торги выставят также скелет тираннозавра рекса – самого крупного хищника, когда-либо жившего на планете. Данный экземпляр достигает 11,5 метров в длину и более 3,5 метров в высоту. Предположительная стоимость – от 1,8 млн до 2,2 млн долларов. «Тираннозавр рекс был найден в округе Гарфилд, штата Монтана летом 2012 года. Он представляет собой 40% оригинального скелета». Палеонтологическими экспонатами уже заинтересовались несколько американских музеев и международные институты. Аукцион состоится 19 ноября в Нью-Йорке. Всего на торги выставят 70 лотов.